Девушки отдыхают Девушки отдыхают А говорил он совсем по-другому Обращаясь к гардеробщикам театра Он давал наставление, что первые, кто встречает зрителей Это именно они И поэтому они должны поддерживать атмосферу театра Ведь настроение пришедшего зрителя Начинается со входа в здание Надеюсь, что и мы зададим позитивное настроение На весь выпуск Если в вашей школе есть театральный кружок То вам очень повезло Ведь ребята, которые занимаются Актерским мастерством Смелый, активный, общительный Умеет дружить Шестиклассники 45-й школы Взяли и открыли кукольный театр Сами написали сценарий новой сказки Про моми-троллей Сделали кукол и ширмы Кукольный театр, наверное Наверное, для каждого это ребенка сказка Кукольный театр Это же так замечательно играть Каким-то персонажем Пряча, наверное, какое-то свое смущение Свое переживание за ширмой Тебя же не видят Тем не менее, ты сможешь сыграть Отдать прям полностью Свои эмоции, свои фантазии Вот в эту куклу Которую видят только часть Вот в этом, да, окошке В финал городского фестиваля Магия театра Вышло 9 детских театральных коллективов И весь апрель Они будут радовать зрителей Своими постановками Фестиваль называется Магия театра А вот в чем она именно заключается? В том, что каждый человек На сцене, в театре Может стать тем, кем он захочет Это точно На открытии фестиваля Перевоплотиться в любимых героев Могли все желающие Я, например, стала императрицей Теперь я не просто журналистка Даша А великая Даша Мудрая И вот мой первый указ Всем в театр! Артисты всегда на виду А вот костюмеров или гримеров Зрители знают редко Будем исправлять эту несправедливость Знакомьтесь, эта Рано Алиджановна Может сделать любую маску В том числе и карнавальную Венецианскую На этих карнавалах Чтобы людям скрыть свое обличие И общаться с теми С кем они захотят Например, рабыни могли общаться С высокопоставленными людьми И вот чтобы сравнять На период карнавала людей В одну массу Люди одевали маски И проводили время Празднуя все вместе В какой-либо праздник Ну, по-моему, это был праздник урожая Или что-то в этом духе Представим Это человек Обычное лицо Мы должны придать зелену Все-таки это у нас Ведьма Баба Яга А что еще соответствует персонажу? Например, у Бабы Яги В палые щеки Морщины Вокруг глаз Синяки То есть мы что рисуем? Мы сначала делаем Нездоровый тон лица Потом мы рисуем Синяки Морщины В палости И, ну, бородавки Куда у нас без бородавок Бабки-ешки И леши Принцы И золушки Ждут вас в своих школах Так театр 4-й гимназии Покажет нам сказку Царевна-лягушка А 46-я гимназия Превратится В летучий корабль Даша Игнатьева Борис Андреев Акелбупсер Смотри, Никита Что я на съемку принес Эту колонку Нам недавно с братом На день рождения подарили Ну, хвастаться подарками в эфире Это, конечно, не очень красиво Но вот песни группы Грибы Сейчас очень даже актуальны Месяц апрель В народе с древности Называли ледом Лед тает Ломается И отправляется В путешествие по реке О том, можно ли сейчас Ходить по льду Расскажет Валерий Титарчук Мы плывем на льдине Как на прегантине Милый детский мультик Думаю, каждый из нас Мечтал оказаться на месте Умки И путешествовать на льдине Вот только мы с вами Не белые медведи И в холодной воде Долго не протянем Весной Лед умеет разговаривать Он трещит И говорит вам Про то, что Насколько он красив Настолько он и опасен Весенний лед Он совершенно другой Это рыхлый Это очень ненадежный Это каша Льда Бывшего льда Уже растаявшего льда И снега на нем И наступившие На такой весенний лед Без треска Без шума Можно просто-напросто Уйти под лед Это не просто страшилки Это жизнь Совсем недавно Рядом с Новочебоксарском Провалился под лед 12-летний мальчик Хорошо, что мимо проходил Юрий Леонидович Он вытащил ребенка на берег А сейчас Мы вместе со спасателем Отправимся в рейд Искать тех Кому еще нужна помощь Аэросания Амфибия Специальное спасательное судно Шумит, как ракета Но зато держится на тонком льду На нем Мы сразу нашли Любителей экстремальной рыбалки Сначала Мне не разрешили выйти Но потом Юрий Леонидович Измерил толщину льда И позвал к себе Как ходить по льду Мы знаем Ноги на ширине плеч В руке Песня-палка И как пингвинчик Оп Оп Скользящим шагом Как пингвинчик Бац Бац Как пингвинчик Ходим Понятно, да? Понятно Каждый, кто вступает на лед Должен носить с собой Спасательный конец Александрова Трос с яркими поплавками Вы кидаете человеку Он должен ловить Под мышку Под мышку На плечо И мы этого человека будем Тянуть Если уже неправильно оденет Мы его можем просто утопить Мы раздали рыбакам памятку Как вести себя на льду Вот только убедить их в том Что они рискуют жизнью Нам все равно не удалось Да, 13 сантиметров толстый на льда здесь Все правильно А ходить можно уже 7 сантиметров Значит, двойной прочности Но не весной Еще можем Но не весной Пожалуйста, берегите себя Хорошо Мы сейчас на этом сутне шли Мы все проседали уже Заядлый рыбак Юрий Поймал при нас большого езя Провалиться под воду Не боится Кроме того Оказывается, он и сам Вытаскивал из воды рыбаков Человек если провалится Ему висанки кидаешь Или вревки кидаешь И вытягиваешь По пластунски сам И вот другие люди подходят Помогают Кто тебя за ноги держит Кто еще Человек А когда он тонет Он же нервничает Он психует Он маленько не понимает Что делает Еще один Ого Вот это да Никакая рыба Спор Или красивый кадр Не стоят жизни Помните У человека Который попал в холодную воду И считанные минуты На спасение Поэтому Никогда не прыгайте на лед За каждым углом На каждый водоем На каждый пруд Или озеро Мы не можем поставить спасателя Для того Чтобы обеспечить безопасность Человека Люди сами должны Думать Прежде всего О своей безопасности Валерий Титарчук Андрей Шоколев Акил Бупсер Скоро в Чебоксарах Состоится награждение Победителей конкурса Чувашская книга Юные таланты Мальчики и девочки Снимали ролики О своей любимой книге Чувашского издательства Писали о ней Озов Рисовали героев сказок И даже делали книги Своими руками Между прочим В Чувашии Создается много интересных книг Сами посмотрите Вот чувашские народные сказки Вот сказки Тюрских народов А эту книжку Можно раскрашивать И при этом узнавать Как называются Элементы чувашских костюмов Над созданием книг Работают люди С самых разных профессий И пора Заглянуть к ним в гости Дом печати Восьмой этаж Чувашское книжное издательство Именно сюда Писатели-поэты Приносят рукописи И начинается работа В первую очередь Редакторы А вы много исправляете Ошибок Которые допускают писатели? Ну, каждая работа Она индивидуальная Тут не скажешь Много или мало Хотя сейчас век компьютеров Но все равно Бывает так Что редактор Должен все прочесть Где-то заметить О грехе И все исправить Каждая работа Она Где-то много Где-то побольше Где-то стиль исправлен Где-то бывает Что опечатки Работаем Чтобы книжка была Красивая Интересная И полезная Есть редактор И для иллюстраций Рисунки художников Сканируют И обрабатывают Например, делают ярче Знакомой многим программе Фотошоп Вот готовим К печати книгу Александра Григорьева Ветер-озорник Она на чувашском И русском языках Стихия для детей О природе О самих детях Здесь все времена года Иллюстрирует художник Светлана Бритвина Когда все готово К печати Начинается самое интересное Путешествие в типографию Тексты картинки Переносятся на специальную Металлическую форму Вставляем ее в печатную машину Загружаем бумагу И вперед Полиграфии Любой цвет Можно испортить Краски дать больше Краски дать меньше Вот допустим Здесь голубенькая Здесь, например, две краски Мы дадим голубой больше Прямо синее-синее будет Дадим пурпурный Будет вообще в сторону фиолета Вот чтобы этого не произошло Специально размещаются Так называемые Шкалы оперативного контроля Ты один вариант видишь Ты другой вариант можешь видеть Какое-то цветовое восприятие У вас может быть разное Значит, чтобы не спорить Друг с другом Для этого специально существует прибор Так называемый денситометр То есть мы вот прикладываем И он прямо замерит Сколько краски здесь Значит, находится на этой бумаге Если количество краски на бумаге Соответствует норме Листы отправляются дальше И попадают в новую машину Фальцевальную А по-простому сгибательную Вы все правильно поняли Машина сгибает лист пополам Потом еще раз И еще И что мы получаем? Тетрадку Конечно, не школьную Тетрадками в типографиях Называются согнутые листы Теперь надо соединить Тетрадки вместе Тут есть два способа Можно закрепить листы скрепками А можно шить нитками Обратили внимание, нитки, да? Специальные, полиграфические Для нитка швейных машин Они очень тонкие Потому что если будут толстые нитки Это будет очень большое утолщение книги Поэтому идут очень-очень тоненькие Капроновые ниточки Не закрепляются на корешочки А внутри будут только стежки Теперь пора подумать об обложке Она должна быть плотной и гладкой А значит бумагу надо заламинировать То есть обклеить пленкой А потом приклеить заготовку на картон И для каждой операции Нужна своя машина Сколько же тут техники? Остается подровнять книжку Обрезать листочки с трех сторон И это делают здесь Ура! Мне доверили нажать кнопку пуск И для полного счастья Осталось задать вопрос Который мучил меня весь день Я очень люблю сочинять рассказы А вы можете напечатать мою книгу? Конечно, Женя Мы можем напечатать, когда ты вырастешь И придешь к нам со своими рассказами Твою книгу Как ты видишь, мы печатаем Очень много разной литературы Это художественная литература для взрослых Это и детские книги Это и учебники Ну а пока вы свои книги еще не написали Я предлагаю вам познакомиться с нашими книгами Очень много интересных материалов И я хочу подарить вам вот такие замечательные книги Которые изданы Чуварским книжным издательством Вот так мы узнали много нового И даже получили подарки Обожаю свою работу Женя Барашкина, Бахтияр Вилеев и Борис Андреев Акел Бубзер Приятная новость от РЖД С 25 мая по 1 июня Всем школьникам можно будет путешествовать В купейных вагонах за полцены Обычно такую скидку дают школьникам Только в плацкартные вагоны А теперь еще и в купе Можно успеть уехать на отдых очень экономно Хотя и в плацкарте есть свой шарм Когда путешествуете дружной командой Собираетесь в одном отсеке и пьете чай Играете воно Или разгадываете детективные истории Именно так наши друзья Юные корреспонденты Каждую весту отправляются в Москву А там есть то, что посмотреть Театры, музеи, выставки Думаете, для того, чтобы посетить Динаменитое места России нужно много денег? Ошибаетесь! Например, экскурсия в Совет Федерации Бесплатна для всех школьников страны Здесь вам очень просто расскажут о том Кто и как в России разрабатывает законы Рядом с флагом любого региона Можно сфотографироваться А нам, юным журналистам Даже разрешили зайти в гости В студию телекомпании Совета Федерации В месте РФ Оказывается, руководит каналом Наша землячка Елена Пархомовская Гордимся! Макет России или Москва-миниатюре? Да-да, целая Москва В одном павильоне ВДНХ Все эти дома сделаны на 3D-принтере Хотите увидеть еще и световое шоу? Приходите к 14 часам Будете знать всю историю столицы Музей Победы Грандиозное место, которое должен посетить каждый Конечно, передать весь ужас войны Диорамы не могут Но пока ты проходишь квест То погружаешься в историю Каждый, кто встает на ступени Рейхстага Гордится нашей страной и ее героями Попасть на съемки разных телепрограмм Или на мастер-класс в анимационную студию Поможет заявка на сайте компании Мы уже второй год лепим пластилиновые мультфильмы В студии Пилот Все солидные вузы страны Проводят весной дни открытых дверей А на факультете журналистики МГУ В этот день еще и подводят итоги Фестиваля школьных СМИ Определяют лучшие газеты и телепрограммы Сделанные школьниками И пусть этот победный марш Звучит в честь ведущих программы Национального телевидения Чуваши Шок-шоу Ксюша Серова и Саша Васильева Они признаны лучшими телеведущими в России Поздравляем! Таша Шоклева и Ксения Михайлова Аккил Бупсик Продолжим тему путешествий Если вы, ребята, собрались летом за границу То самое время потянуть английский язык Чтобы не стать главным героем популярного анекдота Do you speak English? Yes! Слебы! Английский язык считается международным Его знает большинство грамотных землян На нем пишутся компьютерные программы Работает всемирный интернет И даже на международных вокзалах Объявления дублируются на английском языке Я с восхищением отношусь к ребятам Которые свободно разговаривают на английском языке Участвуют в олимпиадах Наша съемочная группа побывала на литературной викторине Читать интересные истории И при этом изучать английский язык Реально Участники литературной викторины Прочитали эти книги на английском языке И теперь соревнуются Кто же знает произведение лучше? 18 команд По 6 человек Вот сколько у нас в городе знатоков английского языка Викторина – это испытание для старшеклассников Ребята начальных классов так бы не смогли Для фрэджи в семье Это удобно получить деньги Правильно? Когда литературно разговаривает пенден Льву в комнату Брит-сопрос – это только один вид заданий Как в интеллектуальной игре Что, где, когда Здесь был черный ящик Этот мишка – любимая игрушка главного героя книги Волшебные гаджеты дедушки Ребятам нужно было вспомнить историю этой игрушки Старались подобрать и классическую британскую литературу И также подобрали несколько книг из современной английской литературы Мы подумали, что это очень хорошее сочетание Чтобы школьники знали и классическую литературу, и современную Чтение, конечно, отлично увеличивает словарный запас Но читать на чужом языке – это так сложно Неужели не хотелось взять в руки перевод? Книги не такие уж сложные и незнакомых слов почти не было Я думаю, книги на русском было бы читать не так интересно, как на английском Зато я теперь с уверенностью могу сказать, что мой уровень английского заметно повысился Ученики школы языка для успеха стали победителем и викторины Также в числе самых-самых команда 3-го лицея и 6-й новочебоксарской школы Настя Фандеркина, Соня Родионова, Акилбупсер На очереди новости дошкольного мира И мы передаем слово нашим юным коллегам Неля, Юля, вперед! Здравствуйте! В России год театра У Чебоксар еще и год 550-летия По этому случаю фото-конкурс для всех дошколят Фото-панорама Чебоксара 550 Чтобы выиграть приз, вам надо сделать веселые, яркие фотографии Конкурс проходит по 3 номинациям И сейчас детские туризмы в Чебоксарах и детства на Волге Фотографии принимаются до 25 мая Алис, по которому надо приносить снимки, вы видите на экране Давайте дружно покажем, какой у нас красивый город И как сильно мы его любим А еще в Чебоксарах живет много талантливых людей Писателей, спортсменов, артистов И они с удовольствием делятся своими знаниями с мальчиками и девочками Так в гости в 85-й детский сад заглянула певица Августа Уляндина Эти мальчишки и девчонки готовились к встрече со знаменитостью целый месяц Учили стихи и ставили танцы Но одно дело слушать песню Августа Уляндиной по интернету и совсем другое вживую А ча-па-ча сосыла ях А ча-па-ча сосыла ях Голос был очень-очень нежный, ласковый Августа привыкла заниматься со студентами А с такими малышами встречалась впервые Но подобрать нужные слова о своем творческом пути смогла Знаете, вот история очень банальная Она совсем простая Деревня, природа Конечно же бабушка с дедушкой А бабушка моя была изумительная певица И конечно же молоком матери, молоком бабушки все это мне настолько передалось И я уже с детства знала все чуварские народные песни Может быть не все, но очень много Певица объяснила ребятам, что голос, как и музыкальный инструмент, нужно настраивать И даже провела уникальный мастер-класс Девочки мычали, а мальчики играли в машинки Поехали О, еще сильнее А потом все вместе пропевали веселую скороговорку Но и это еще не все За считанные минуты Августа разучил с ребятами танец Неудивительно, что многие захотели стать артистами Артистам быть хорошо, потому что тебе все радуют Ты знобедитый, ты хороший И все о тебе знают Я когда вырасту, хочу стать модницей Что примерять всякие платья И сегодня мне понравилась певица со своим нарядом То, что она украшает сама Ну а сцена была украшена Стеллой Я люблю Чебоксары И конечно мы спросили гостю, за что она любит наш город За то, что я здесь родилась, состоялась Люди здесь достойные, самые лучшие И сам город очень красивый, родной, теплый Даша Шоклева, Андрей Шоклев, Акил Бупсер Ну и заключение Программа Акил Бупсер теперь выходит не только на русском языке Но и на чувашском Мы долго к этому шли и наконец пришли Чтобы найти в Чебоксарах ребят, которые свободно говорят на родном языке Был проведен большой кастинг И победили в нем Настя Лашникова и Дима Русаков Смотрите ближайший выпуск детской программы Акил Бупсер на чувашском языке 22 апреля Мы желаем вам только добрых новостей Если вы хотите поделиться ими со всей республикой и даже страной Пишите или звоните Ну а мы приедем к вам в гости и снимем репортаж Смотрите повторы нашей программы Акил Бупсер на сайте НТРК21.ру До свидания Субтитры сделал DimaTorzok